Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, слышно меня хорошо. В чат ничего писать не нужно. Нажмите, пожалуйста, на огонечек. Мы проверим связь. Ага, реакцию вижу. Спасибо большое. Значит, слышно меня хорошо. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это финансовая грамотность в образовательных учреждениях. Сюда мы включаем как школу, так и дошкольное образовательное учреждение. Но хотелось бы такого интерактива, возможно, обмена какого-то мнения. Очень хорошо, когда вебинары проходят именно в формате обмена мнениями. Не только когда я вещаю, но и когда вы тоже делитесь какими-то своими наработками, мнением и так далее. Почему важно и о чем же мы сегодня поговорим. Мы сегодня поговорим, что же такое финансовая грамотность в общем, да. Какие направления финансовой грамотности предпочтительней давать нашим детям, да. Я расскажу о такой как бы структуру, так называемую рыбу одного из курсов, да. Которое можно применять на практике. И также расскажу, какие блоги мы можем включить для того, чтобы финансовая грамотность в наших образовательных учреждениях была полной. Еще несколько лет назад, ну даже немножечко более 10 лет назад, да, многие не задумывались о финансовой грамотности, считали, что детям это не нужно. Что взрослые, допустим, решают все за детей и обучение финансовой грамотности не нужно для детей. Но мы все с вами понимаем, что может быть человеку может не хватать знаний в каких-то других областях, но если ему не хватает знаний в финансовой грамотности, каким бы он продвинутым не был в других областях, у него будет хромать его бытовая, да, и будет хромать социальная сфера. Как раньше считали, что если ты умеешь считать деньги, то ты уже грамотный. Если мы с вами говорим о том, что же такое финансовая грамотность, да, почему это важно, давайте рассмотрим этот момент. А специалисты сейчас уже уверены, что российское общество научилось оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации. А что положительно будет сказываться на всеобщем благосостоянии? Мы все с вами понимаем, что ребенок еще с возраста детского сада, да, с раннего возраста должен знакомиться с темами денежных валют, операций с ними, да, с темой денег. Мы не говорим о том, что, и я не говорю о том, что ребенок с детского сада должен заниматься инвестициями, вкладами, да, и так далее. Нет. Но знать же, что такое семейный бюджет, что такое накопление, какие операции и начальные операции с деньгами, начальное знакомство с деньгами, А ребенок должен делать уже именно на, должен делать уже в возрасте, да, сейчас прошу прощения, в возрасте дошкольного детства. В возрасте дошкольного детства, как я уже сказала, да, и момент именно вот этого дошкольного детства, здесь мы понимаем, что ребенку будет проще в его дальнейшей жизни. Сейчас, прошу прощения, что-то с окнами в браузере. Угу, все. Современные дети, мы все с вами понимаем, что они достаточно активно, самостоятельно, ну, это я говорю уже о более старшем, да, школьном возрасте, они уже более активно начинают пользоваться деньгами. Мы сейчас все с вами знаем, я потом об этом еще немножечко тоже расскажу, что многие банки уже готовы предлагать и предлагают именно школьные карты, то есть детские карты для того, чтобы эти карты были у детей. Они имеют определенный ограниченный набор функций, да, но при этом ребенок уже на своем опыте, собственно, пытается пользоваться этими картами и вступает в отношения уже в экономические. А современные дети, как я уже сказала, платят, покупают уже довольно-таки просто. Проблема финансовой грамотности начинает попадать в поле зрения правительства в 2011 году. А здесь начинает появляться проект содействия повышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации. А главная задача этого проекта – это обучить именно школьников финансовой грамотности. И цель проекта, что через 10-15 лет государство получает уже финансово грамотное население. В 2015 году разрабатывается национальная стратегия повышения финансовой грамотности и в рамках ее реализации в пяти регионах вводится элективный курс, да, предмет «Финансовая грамотность». Подскажите, пожалуйста, может быть, у кого-то из вас есть именно такой курс? Вы тоже можете написать в нашем чате, поделиться этим. И здесь сам этот курс и сам этот предмет у кого-то идет как элективный, да, как дополнительный. Но в пяти регионах, это с 1 по 11 класс, за счет школьного компонента в качестве дополнительного урока вводится финансовая грамотность. А почему же это важно, да, почему эта проблема у нас актуальна? Актуальность проблемы в недостаточности финансовой грамотности населения, она возрастает в условиях глобального финансового кризиса, да. Финансовый кризис в 2008 году нам как никогда показал, что у людей есть проблемы с непосильной долговой нагрузкой, есть отсутствие сбережений, так сказать, на черный день, да, финансовая подушка, и неспособность принять рациональные действия, направленные на защиту своих сбережений. Они в момент финансово-экономического кризиса обострились и показали именно то, что финансовая грамотность необходима. Вот отвлекусь немножечко, Елена пишет, что есть такой предмет, да, многие вводят это как элективный курс, многие это за счет именно школьного компонента, да, как дополнительный предмет. Исходя из требований современной школы, можно выделить основные цели именно формирования финансовой грамотности. Зачем же это нашим детям? Давайте посмотрим с вами, зачем это необходимо. Здесь мы смотрим, что формирование базового уровня финансовой грамотности необходимо для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям жизни, также профессиональной ориентации выпускников. Здесь финансовая грамотность не только отношения с деньгами, да, не только как момент просто покупки, да, чего-то, приобретения, обмена, а финансовая грамотность еще дает такую основу, дает такой фундамент и базу именно как профессиональная ориентация. То есть финансы здесь у нас будут связаны с будущей профессией. Следующее это формирование культуры экономического мышления, обретение опыта в анализе конкретных экономических ситуаций. Как я уже говорила, да, естественно, мы это делаем не в детском саду, да, мы готовим с конкретными экономическими ситуациями, знакомим, анализируем и так далее. Но, начиная со среднего и старшее звено, именно вводятся определенные экономические ситуации и анализируются с детьми. Также выработка практических навыков принятия ответственных финансовых и экономических решений, как в личной жизни, так и в общественной. Но это наши практические навыки, как я уже сказала, покупка, продажа и так далее. В наше время, это, конечно, немножечко по-другому называлось, да, те же самые игры в магазин, те же самые игры, есть прекрасная игра, наверное, каждый из нас в нее играл, монополия так называемая. Это тоже знакомство с финансовой грамотностью, покупка, приобретение. Только в наше время это не выводилось за рамки, да, это не делалось определенным предметом. Это были наши игры и на основе этих игр мы уже тогда приобретали навыки финансовой грамотности. Наверное, нет ребенка, который не играл в магазин, нет ребенка, который, ну, наверное, нет взрослого сейчас, который не слышал бы об игре монополия. Наверное, каждый из нас в нее играл. Кстати, игра интересна как детям, так и взрослым, поэтому, если кто-то о ней забыл, то рекомендую вспомнить. Вопросами повышения финансовой грамотности и экономической культуры занимаются многие педагоги, как я уже сказала, да, где-то это введено, где-то это не введено. Но таким образом можно выделить ряд противоречий, почему сейчас сложно ввести этот предмет и почему сложно введение именно финансовой грамотности в наших образовательных учреждениях. Первое – это противоречие между требованиями к уровню финансовой грамотности и отсутствием понимания места данного раздела экономики как учебной дисциплины в школе. Как я уже сказала, что дисциплина эта введена как дополнительный курс, да, она, естественно, не является у нас сейчас основным курсом, не является основным направлением, а мы все с вами понимаем, как педагоги, мы все с вами понимаем, как родители, что это необходимо, что финансовая грамотность необходима нашим детям уже с дошкольного возраста, их необходимо с этим знакомить. Но еще пока не определили место как учебную дисциплину. Следующее – между целесообразностью и возможностью подготовки профессиональных кадров для преподавания данной дисциплины в школе и слаборазработанностью соответствующих содержания средств, методов и форм обучения. То есть, как и многие новые дисциплины, которые у нас сейчас вводятся в образовательных учреждениях, у нас нет кадров, у нас нет педагогов, которые были бы готовы преподавать предмет финансовой грамотности. Давайте смотреть на все это с этой точки зрения, и честно, да, у нас педагоги есть, которые хотят, есть, которые преподают, но они собирают информацию по крупицам. Можете тоже написать, может быть, кто-то из вас преподает именно финансовую грамотность или включает какие-то уроки, у кого-то, может быть, есть какие-то разработки по финансовой грамотности. Можете тоже поделиться. И, как я уже сказала, да, сейчас, ну, сейчас уже государство понимает, что это необходимо, но нет подготовки профессиональных кадров и нет тех материалов, которые вот педагог бы взял, немножечко под себя вот корректировал и начал вести эту дисциплину. Нет определенных программ, нет определенных наработок, и педагоги собирают эти наработки по крупицам, где-то что-то додумывают, где-то что-то доделывают, и это для них зачастую очень энергозатратно. Все это мы с вами понимаем. Следующее – это требования наших в ГОСов к социальным и метапредметным результатам и неразработанностью содержания определенных дисциплин. То есть у нас нет требований, у нас нет того, что же мы должны получить на выходе. Что же это такое? Мы с вами вот говорим о финансовой грамотности, но я еще не показала. Давайте покажу несколько определений. Мы совершенно, совсем быстро пройдемся, и наше время на них прям долго тратить не будем. Что же такое финансовая грамотность? Это совокупность знаний о финансовых рынках, особенностях их функционирования и регулирования, профессиональных участников и предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и услугах, умение их использовать с полным осознанием последствий своих действий и готовностью принять на себя ответственность за принимаемое решение. Это одно из наших определений, да. Что же такое финансовая грамотность? Это достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения. Или же это достаточный уровень знаний и навыков, который позволяет осознанно принимать осознанное и эффективное решение, да. То есть, если человек принимает решение просто так, да, на АБУ, то, естественно, здесь мы понимаем, что о финансовой грамотности мы с вами говорить не можем. А также, какие же области управления личными финансами? Мы с вами их тоже рассмотрим сегодня. Это сбережения, это инвестиции, это недвижимость, казалось бы, да, недвижимость и финансы. Но, допустим, кто-то это не сопоставляет, кто-то это не соединяет, но недвижимость это тоже наши финансы. Мы это с вами понимаем. Также страхование, налоговое и пенсионное планирование. Мы с вами можем говорить о том, что, да, наши дети и пенсия, куда им с пенсией, да. И многие даже молодые люди в возрасте 20, там, 25-30 лет говорят о том, что мне рано думать о пенсии, да. Нет, даже до этой молодежи нам необходимо тоже доносить, что наша будущая пенсия и уже в возрасте 20-30 лет тоже стоит думать о пенсии и о этих вкладах и о том фундаменте, который будет у нас заложен для нашей пенсии в дальнейшем. А финансовая грамотность также включает в себя глубокие знания таких понятий, как личное финансовое планирование, сложные проценты, механизмы работы кредитных инструментов, эффективные методы сбережения, права потребителей, как бы ни казалось странным, да, что права потребителей относятся у нас к нашим финансам. Да, именно для возможно сохранения бюджета мы все должны с вами понимать, мы все должны знать, хотя, к сожалению, даже не многие взрослые знают о правах потребителя. Но для детей это нужно доносить, нужно доносить тот момент, что необходимо знать и права свои, и обязанности. Также необходимо понимание взаимосвязи между различными экономическими процессами и событиями. Мы все с вами понимаем, да, что грамотность это умение правильно писать и правильно излагать свои мысли. Но здесь у нас мы говорим о том, что любая грамотность предполагает как минимум культуру общения, да, способность понять именно своего собеседника, да, донести свою мысль. Точно так же и финансовая грамотность должна прежде всего дать человеку представление о том, что заработанные им деньги являются обязательством обществу оказать ему определенные услуги в обмен на затраченные усилия. При таком понимании сущности денег человек осознает, что деньги это не вещь, а прежде всего материальное воплощение его отношений с другими людьми. То есть именно этот момент мы должны с вами донести до ребенка и должны донести, что ребенок должен понимать свою ответственность за их эффективное использование. А самое главное, он проникнется мыслью, что у него нет других способов, да, обеспечить себе достойную жизнь, достойный уровень жизни в будущем. И кроме как распорядиться рационально с теми деньгами, которые он заработал. Поэтому каждый финансово грамотный человек должен знать о том, что существуют определенные экономические законы, которые влияют на жизнь каждого из нас. И существуют определенные инструменты фондового рынка, с помощью которых он может приумножить свои сбережения, да, не только заработать, но и умножить. С целью повышения своей личной финансовой деятельности грамотные люди используют такие инструменты, как личный финансовый план, как семейный бюджет, как финансовое планирование. И, кстати, есть такие профессии, как профессия независимого финансового советника. В России она только у нас зарождается, независимый финансовый советник, да, и она очень широко распространяется в развитых странах, да. Виктор подсказывает, да, потерять. Мы можем потерять, если неправильно ставить цели, неправильно делать выводы и неправильно планировать стратегию, да. Как я уже сказала, есть даже профессия финансового советника. Финансово грамотный человек не принимает на Западе решений, пока не посоветуется со своим советником. Есть такие моменты, да, пока он не посоветуется со своим консультантом. Ну, возможно, это менталитет нашей страны, да, у нас такая широкая душа у русского народа. Это такие люди, которые готовы отдать последнюю рубаху, да, и для того, чтобы там погулять, да. Но я не говорю о том, что русский человек не продумывает какие-то стратегии, да, но зачастую делает какие-то моменты, делает какие-то поступки именно эмоционально. И люди, которые обращаются к финансовому советнику, это люди, которые понимают ценность знаний, которыми владеют профессионалы. Профессионалы эти знают, как сделать так, чтобы деньги дали еще денег, да, чтобы деньги приносили деньги. И люди, которые обращаются к этим профессионалам, они понимают, что затраченные на консультацию деньги, они оправдаются многократно, тогда как непродуманное финансовое решение может принести определенные убытки. Здесь финансово грамотный человек понимает, что все, что он будет иметь завтра, он может заработать сегодня и превратить заработанное, да, в пассивный доход от этого капитала. Но здесь доход, он не требует постоянной активной деятельности, да, то есть это наши какие-то вложения, это наши вклады. Что же? Современные исследования говорят, что финансово грамотные люди более эффективны и успешны, вне зависимости от того, в какой стране они живут, на каких позициях и в какой сфере они работают. Здесь мы с вами понимаем, да, что даже получая, допустим, небольшую зарплату, как говорила одна знакомая моя, да, у нее у бабушки была небольшая пенсия, но бабушка умела распоряжаться деньгами так, что к ней приходили занимать деньги под определенный процент, да, в свое время. Такая вот активная бабушка была, ее знали, знал весь район, и она умела отложить свои маленькие пенсии так, что к ней приходили занимать деньги, и она на этом тоже получала определенный доход. Люди, которые владели, ну, на тот момент, как у нас сейчас принято говорить, бизнесом своим, да, определенные бизнесмены на тот момент, ну, такого названия не было, да, торговцы. И это говорит о том, что человек, у человека был определенный уровень финансовой грамотности, то есть она была финансово подкована так, что могла получать вот этот вот пассивный доход. Можно с уверенностью говорить о том, что знание основ финансовой грамотности способствует повышению качества жизни и положительно влияет на благополучие людей. И именно поэтому обучение финансовой грамотности касается каждого ребенка, да, какие же направления и основные моменты, да, необходимо рассматривать как компоненты финансовой грамотности. Какая же структура для учащихся школьного возраста, да, о школьном тоже сегодня с вами немножечко позже поговорим. Структура, рамок для учащихся школьного возраста. Эта структура у нас разделена на 9 сфер или на 9 предметных областей финансовой грамотности. Первый – это широкий спектр таких услуг, да, дохода и расхода. Это то первое, о чем мы с вами говорим с ребенком, о чем мы с вами знакомим, да, с чем мы с вами знакомим ребенка. Это широкий спектр лично значимых финансовых тем, это общий доход семьи, различные источники вида дохода, например, там, какие-то пособия, заработная плата, выигрыши и так далее. Здесь виды и структура расходов с расходами, мы знакомим ребенка не только с доходами, да, но и с расходами. Здесь налоги, система налогообложения, финансовые оценки, контроль расходов, соотношение потребностей и желаний. Здесь мы тоже с вами должны говорить, мы очень часто, да, детей слышим, там, мама, хочу это, мама, хочу то. Но здесь мы тоже с вами должны говорить с детьми о том, что определенные потребности и желания должны соответствовать нашим заработанным, да, нашим заработанным деньгам или нашим доходам. Следующее, очень важная не только для детей, но и для взрослых тема, да, такая, это финансовое планирование и бюджет. Она, эта тема, этот блок предполагает знание и понимание того, что доходы требуют планирования и управления, как и в кроссрочной, так и в долгосрочной перспективе. Включают умение планировать и вести бюджет здесь, соотносить различные потребности и расходы, понимать разницу между видами расходов, да, и учитывать это принятие финансовых решений. Здесь больше такого практического плана, включаются определенные решения определенных задач, да, финансовое планирование, составление именно финансового плана, составление бюджета. Здесь этот блок очень интересен детям в плане того, что они учатся именно на практике, то есть не просто сухая теория, а практика. Следующая тоже очень интересная тема, это личные сбережения. Это охватывает круг вопросов, связанных с сохранением личных финансов, целей и видов сбережений, различных сберегательных продуктов, знания о государственной системе страхования вкладов, общее умение в области сбережений, да. Можно сказать, что, ну, допустим, зачем это школьникам? К сожалению, сейчас многие взрослые об этом не знают, поэтому мы же готовим детей к нашему будущему. Сейчас изменение информации происходит так быстро, сейчас наши дети в социальную жизнь включаются намного раньше, и мы с вами должны понимать, что уже о сбережениях и именно о вкладах в банках, о госсистеме страхования, да, умении правильно вложить, чтобы получить с этого доход, ребенку лучше знать в школьном возрасте, да. А первые именно сохранения, первые моменты, которые связаны с сохранением личных финансов, да, это наши копилки так называемые, наверное, опять же, у каждого из нас они были. И это именно знакомство с личными сбережениями еще на уровне дошкольного возраста, да. Именно копилки и именно сбережения, таким образом мы с вами можем в дошкольном возрасте уже знакомить детей с таким, как бы, фундаментом вкладов. Следующий, четвертый компонент, да, о котором необходимо говорить с детьми, я уже сказала, что у нас их всего девять, я сейчас говорю вам о четвертом, это кредитование, сейчас, наверное, у нас больше половины страны включено в этот блок, в эту систему, да, это включает понимание общих принципов кредитования, в том числе основных условий кредитования, умение сравнивать различные кредитные продукты, пользоваться кредитными картами, но не на практике, да, как уже, а в плане игры, читать кредитные договоры, что немаловажно, необходимо, опять же, обращать внимание, да, это уже, естественно, в более старших классах мы с вами об этом говорим, и те моменты, где кредитные договоры, где могут быть определенные подводные камни, тоже необходимо указывать, также понимать последствия долга и ответственность за невыполнение кредитных соглашений. Следующий, пятый блок, очень такой приятный, да, это инвестирование, здесь содержатся основные знания о том, что такое инвестирование, в чем его отличие от сбережения и кредитования, понимание разницы в риске и доходе между сберегательными и инвестиционными продуктами, умение различать основные виды инвестиционных инструментов, оценивать степень риска инвестиционного продукта. А здесь необходимо донести, да, до детей тот момент, что инвестиции, это не всегда приносит доход, да, иногда инвестиции могут быть и в убыток, это тоже необходимо донести. Следующий блок, шестой, о котором мы тоже должны с вами говорить с детьми, это страхование. Здесь включает в себя понимание основных задач и принципов страхования, заранее различных видов страховых банковских продуктов, условий страховых выплат в случае наступления страхового случая, умение сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на основе жизненных целей и обстоятельств. Следующий, наш седьмой блок, здесь у нас риски и финансовая безопасность, то есть ключевая область финансовой грамотности, которая включает возможность определить пути и способы управления финансами с учетом предоставления потенциальных финансовой прибыли и убытков. Именно риски и финансовая безопасность – это содержательная область, которая включает в себя представление о том, что определенные финансовые продукты, включая страхование, могут быть использованы для управления различными рисками с учетом различных потребностей и обстоятельств. Мы говорим о том, что есть определенные риски и даже те же самые вклады, мы можем подвернуться определенным рискам, и мы говорим с вами, подключаем сюда страхование. Также предполагается знание того, что одни методы сбережения или инвестирования являются более рискованными, чем другие. Знание того, как ограничить риски для личного капитала, а также понимание преимуществ этих вложений. Следующий, пятый блок, сейчас он, к счастью, очень хорошо развивается. Сейчас государство поддерживает очень хорошо потребителей, но опять же, начиная со школьного возраста, мы должны с вами говорить с детьми о защите прав потребителей. Это наш с вами Роспотребнадзор. О чем же в этом блоке мы с вами говорим с детьми? Этот блок охватывает знания прав и обязанностей потребителя на финансовом рынке в рамках общей финансовой ситуации, а также основные последствия финансовых контрактов. Здесь включают понимание последствий изменений экономических условий и государственной политики, то есть изменения процентных ставок, инфляции, налогообложения, социальные пособия и так далее. И влияние этих изменений на личные финансы, а также использование информационных ресурсов и правовое регулирование. Также последний наш девятый блок, то, о чем тоже необходимо говорить с детьми, это общее знание экономики и азы финансовой арифметики. Здесь этот блок у нас содержит знания и умения в области экономики и финансов, включая повседневные покупки товаров, платежи, расходы, соотношение цены и качества, банковские карты, чеки, банковские счета и валюты, понимание основных экономических терминов, таких как инфляция и так далее. Это немаловажный блок. Почему? У нас зачастую дети, попадая, отрываясь как бы от семьи, уходя в такое свободное собственное плавание, многие дети не знают о покупке повседневных товаров. Есть такой момент. Но да, даже если у нас ребенок там самостоятельно ходит в магазин, родители к этому его подготовили, но многие дети не знают о соотношении цены и качества. Очень часто у нас как ценят, что если дорогое, то качественное. Нет, не всегда именно соотношение цена и качества необходимо тоже этому учить. Следующее, не знают о платежах. У меня даже есть такие знакомые взрослые, которые не знают о платежах, не знают, как платить наши коммунальные услуги и так далее. Многие не знают о том, что необходимо там пополнять баланс телефона, интернета и так далее. Об этом мы тоже должны с вами говорить с детьми. А также в этом блоке мы должны говорить об основных представлениях о налоговой системе, о том, что все мы с вами платим налог, о пенсионной системе и системе государственного страхования, общей экономической обстановке в стране и мире. Мы тоже с вами об этом должны говорить. Казалось бы, да, что ребенок и мировая экономика его никак не коснется. Но мы все с вами понимаем, да, что мировая экономика в первую очередь затронет нас. А знание о разделении финансовой ответственности между государством и потребителем здесь включает общее умение пользоваться некоторыми официальными финансовыми документами. В свою очередь, каждая из областей финансовой грамотности разделена на три основных составляющих. Какие же это три основные составляющие? Давайте с вами тоже посмотрим. Первое – это знание понимания. Подразумевает набор знаний потребителя о финансовых продуктах и концепциях, а также способность получать, понимать и оценивать существующую информацию, необходимую для принятия решений. Следующее – умение поведения. Включает компетенции, связанные с умениями, навыками финансового поведения, способности к принятию финансового риска, а также умение предпринимать другие эффективные действия для улучшения собственного финансового благосостояния. И личные характеристики и установки содержат основные характеристики потребителя, связанные с общим отношением к личным финансам, возможностью делать ответственный выбор и принимать финансовые решения. Здесь мы с вами говорим о том, что финансовая грамотность как необходимость. И, как я уже сказала, начиная с 2011 года наше государство очень активно подключает финансовую грамотность в наши образовательные учреждения. Есть такие курсы, которые ориентированы именно на детский. Вот вижу комментарий. Сейчас попробую его открыть. У меня не совсем. Так, Юлия, смотрите. Вы говорите о том, что... Ну, буквально пару секунд, отвлекусь на вопрос. Юлия пишет. Детский мозг не взорвется от избытка информации. У нас сплошные дети ОВЗ и РАС. Других практически нет. Дошкольники, смотрите. Здесь мы же не садим ребенка за парту, да, и он безотрывно воспринимает нашу информацию. Да, к сожалению, сейчас очень много детей даже, ну, не только в детских садах, но и везде. Это дети у нас с ограниченными возможностями здоровья, да, с аутизмом. А мы это все включаем не в плане лекций, не в плане, там, уроков. Мы это все включаем в игровую деятельность. Допустим, я уверена больше чем, что вы в детстве играли в магазин. Здесь мы подключаем эту же игру, да, и ребенок играет в магазин. Здесь он понимает свои затраты. Дальше мы можем включить игру в банк, да, то есть где мы ребенку в игровой форме объясняем именно эти задачи. Мы в игровой форме. Для школьников уже более старшего возраста, да, мы можем подключить теоретическую часть. Но касаемо дошкольников, мы это делаем только в игровой форме. А если играя, мы все с вами понимаем, что не взорвется наш мозг от переизбытка информации. Почему мы это начинаем делать именно с дошкольного возраста? Потому что если в девятом классе, если там в десятом классе мы выльем всю информацию по финансовой грамотности на этого бедного несчастного ребенка, вот тогда его мозг действительно взорвется. А если мы, начиная с дошкольного возраста, будем давать эту информацию дозированно, мы будем давать эту информацию в игровой форме, то, ну, наверное, вы со мной согласитесь, что мозг не взорвется в игровой форме. Здесь мы с вами, давайте вернемся непосредственно к нашей теме, прошу прощения, я отвлеклась. Есть программа, которая ориентирована на возрастные особенности. Это наши семьи, наш микрорайон, наш город, личная экономика, экономика успеха, управление личными финансовой и компьютерной программой и банки в действии. Существует здесь и электронная версия, она называется программа «Больше, чем деньги», и здесь происходит понимание именно финансовой информации. Если мы с вами говорим, почему же это необходимо включать в образовательные учреждения, какие же плюсы есть у образовательных учреждений, почему образовательным учреждениям легче донести именно вот эту вот финансовую грамотность до детей. А так как наши учреждения обладают рядом преимуществ перед другими каналами распространения, это регулярность занятий. Мы все с вами понимаем, что в образовательном учреждении проще включить это в программу, и не так, что, допустим, мама с ребенком там позанималась каким-то моментом, что-то она ему где-то объяснила, и все. Здесь мы все с вами понимаем, что в программе образовательного учреждения будет включен этот предмет, и занятия будут регулярными. Следующее. Есть определенные уже опробированные образовательные технологии, о которых я говорила с вами. Мы с вами говорили о том, что, к сожалению, сейчас нет кадров, нет определенных программ таких стабильных, которые можно было там обучить педагога, раздать, и он бы это вел, он бы это преподавал. Здесь этот момент, мы все с вами понимаем, что есть определенные образовательные технологии, есть даже обычные педагогические технологии, которые мы с вами используем постоянно, мы их можем подключить к моменту финансовой грамотности. Следующее. Это доступность аудитории. Здесь говорится о том, что дети у нас всегда в зоне доступа, педагогический потенциал. Педагог – это тот человек, который горит чем-то новым, горит передачей данных, передачей именно своих знаний. И педагоги здесь готовы передавать свои знания. И сформированная образовательная среда. Здесь мы понимаем, что это не, как я уже сказала, да, мама дома на кухне что-то объясняла, либо где-то кто-то что-то объяснял. Здесь ребенок понимает, что он в образовательном учреждении, будь то это школа, будь то это детский сад, и он понимает тот момент, что он пришел получать знания. И даже несмотря на то, что, как я сказала, да, дошкольный возраст – это игровая деятельность, он все равно понимает, что определенные навыки он получает именно в детском саду, и он получает их в школе. Следующий момент – это, я не буду прям, наверное, рассказывать, у нас буквально немного времени осталось, это методы формирования финансовой грамотности. Это личностно-деятельностные, я их просто перечислю, интегративные, практикоориентированные, и исходя из опыта, именно практикоориентированные должен быть таким фундаментом, да, то есть мы здесь должны понимать, что именно практика, да, у нас является основным фундаментом, что если ребенок попробовал на собственном опыте, да, на собственной практике, то, естественно, ему будет легче понять и воспринять информацию. Следующий – это компетентностный, субъективный и контекстный. Это, если мы с вами говорим о методах, да, и о принципах. Ну, принципы формирования финансовой грамотности. Первый – это социально-педагогический. Здесь у нас природа и культура – сообразность. Здесь у нас обучение должно строиться на основе научного понимания естественных и социальных процессов, сочетаться с законами развития общества, человека и человека как части природы и общества. А также культура сообразности. Здесь мы должны оценить наши культурные ценности, наши культурные нормы. Также ребенок – проще ему привить ценности гражданского общества, уважать ценности других культур и мировоззрений. Следующий момент – это принципы психолого-педагогические. Сюда у нас включаются… Сейчас, минуту. Психолого-педагогические принципы – это принцип преемственности. Как я уже сказала, что мы, нашу финансовую грамотность должны видеть преемственность. Не так, что, допустим, мы там в дошкольном учреждении поучили ребенка финансовую грамотность, а потом в девятом классе мы об этом еще несколько раз сказали. Нет. Здесь уже должны быть момент преемственности, момент передачи. А также принцип созидательной деятельности. Здесь у нас входит момент, что он направлен на становление личности, мыслящей и действующей, оригинально проявляющей инициативу и мобильность. Реализуется выполнение коллективных дел, основывается на понимании собственной значимости, востребованности. Следующий момент – это принцип толерантности и идеологичности. Здесь культура взаимоотношений и умение правильно вести диалог. Следующий момент – это организационно-педагогические принципы. Я их тоже перечислю, чтобы не тратить наше время. Это принцип адаптивности, здесь принцип сочетания традиционных и инновационных направлений. То есть это говорит о том, что деятельность не позволяет проводить необоснованные эксперименты в обучении финансовой грамотности. Но должен быть баланс традиционных и инновационных методов преподавания. То есть мы не должны уходить в наше прошлое, но и при этом мы не должны его забывать. Следующий принцип кадрового обеспечения. Здесь, как я уже говорила, необходимо повышение квалификации наших педагогов, а также возможно привлечение квалифицированных специалистов в образовательный процесс. То есть знакомить с финансовой грамотностью не обязательно должен педагог. Мы можем подключить кого-то еще, и здесь нам будет легче. Как я уже говорила, есть определенный план, которому можно придерживаться, и есть определенные разделы курса, которые мы можем с вами включить. Первое – это личное финансовое планирование, да, то, с чего мы с вами начинаем. Здесь при изучении учащиеся сталкиваются с такими понятиями, как потребление, инвестиции, узнают об активах и капиталах, изучают роль денег в нашей жизни. Это наша так называемая основа. Следующий, второй раздел – это финансы и кредит. Учащиеся изучают основные понятия кредитования, виды кредитов, финансовые пирамиды и ипотеки. Опять же, необходимо обращать внимание здесь, что есть определенные финансовые пирамиды, в которые не стоит прям впадать, да, не разобравшись. Об этом тоже необходимо предупреждать детей. Также расчетно-кассовые операции. Здесь раздел направлен на изучение банковских карт, их риски, управление ими. Четвертое – это инвестиции. Пятое – это страхование личное и государственное. Шестое – это пенсии. И седьмое – это жилье и собственность. Но это такие определенные разделы курса. Вот вижу, краем глаза в чате начали писать, какими же программами пользуются. Татьяна пишет, в нашем использует парциальную программу дошкольного образования, экономическое воспитание дошкольников, формирование предпосылок и финансовой грамотности. Интересная довольно-таки программа. А так, правильно, не реклама и не индивидуальная рекомендация, возможно, стоит использовать знания инвестиционных советников. Например, клуб «Советник», в котором есть подготовки для школьников, можно адаптировать. Смотрите, да, вот сейчас Виктор пишет. Я говорила именно о советниках, да, о том, что, ну, где-то они нам могут подсказать, где-то они могут нас спустить с небес на землю, где-то подсветить те моменты, на которые необходимо обратить внимание. Как я уже сказала, да, обращение к советнику дает нам возможность только приумножить наши финансовые доходы, да. Имеются в каждой подготовительной группе методические рекомендации по изучению курса «Приключения кота Белобока» или «Экономика для малышей». Отлично, что вот есть. Татьяна с нами делится. Какие же методические пособия? Если вам интересно, можете тоже записать. Татьяна, спасибо за то, что делитесь. Интересная информация. И очень здорово, что у вас это в саду именно двигается и знакомятся дети с финансовой грамотностью. Ну, в общем, ту информацию, которую я хотела дать, я дала о том, как скачать еще раз презентацию. Презентация будет у вас в доступе. Я видела, краем глаза вам Татьяна Викторовна присылала. Говорила об этом. Я думаю, она еще повторит. И она расскажет, как можно скачать сертификат об участии. Ну, на сегодня у меня все. Надеюсь, информация была интересной, полезной. Она освежила, возможно, какие-то знания. Если есть какие-то пожелания по темам, тоже можете писать в чат. На сегодня у меня все. Спасибо.